На приём без длинной очереди. Учреждения здравоохранения объединяются в единый медицинский кластер, чтобы сократить время ожидания встречи пациента с врачом. В октябре завершился первый этап реорганизации, проводимый областным Минздравом. На базе второй районной больницы образовано новомедицинское учреждение – Щёлковская областная больница. В неё вошли перворайонная Фриановская больница, участковая больница посёлка Биокомбината и Лосино-Петровская Центральная городская больница. Отныне они стали её филиалами. Для чего задумывалась система реорганизации здравоохранения, укропнение так называемое, о котором так много говорили медицинские работники? Ну, первый принцип этого реорганизации был один муниципалитет или городской округ, смотря какой район Московской области, одно учреждение. Безусловно, самый главный смысл был это повышение доступности медицинской помощи населения за счёт использования более рационального имеющихся ресурсов всех учреждений района или городского округа, использования медицинского оборудования. Ещё один аргумент в пользу объединения – сокращение неэффективных расходов на немедицинские затраты. Высвобожденные средства будут направляться на закупку медикаментов и расходных материалов. Это почти 10% от совокупного бюджета учреждения. Пациентам реорганизация даёт возможность при отсутствии какого-либо специалиста попасть на приём к другому. Если раньше мы имели возможность записать пациента только в конкретном филиале к врачу, то сейчас при помощи этих способов записи пациент может записаться к доступному врачу в любой из филиалов. Но, безусловно, ему нужно обратить внимание на то, что в инфомате появится строчка «Адрес оказания медицинской помощи». Принцип записи к врачам остался тот же. На портале Госуслуг, по телефону через колл-центр оператора или инфомат. С 1 декабря при выборе врачам нужно будет обращать внимание на адрес лечебного учреждения, в котором тот работает. Сегодня можно выбрать свободного врача из другой поликлиники и попасть на приём раньше. Для этого не нужно дополнительно уведомлять сотрудников медучреждения. В этом и заключается одна из задач проводимых преобразований. Самостоятельно можно записаться к терапевту, педиатру, хирургу, отоларингологу, акушеру-гинекологу. Перечень доступных специалистов. Любой пациент, выбрав необходимую медицинскую помощь, может записаться. Соответственно, зелёный цвет, время и дата – это свободное место. Создаваемый медицинский кластер способствует тому, чтобы врачи стационарного и амбулаторного сегмента больше взаимодействовали друг с другом на внутренних конференциях и семинарах, чтобы больше узнавали о возможностях учреждений, входящих в округ. Доходило до того, что коллеги из соседних учреждений не знали, что есть рядом стоящих. Тем самым, конечно, для населения будет улучшение медицинского обслуживания, медицинской помощи, сокращение времени её ожидания. После объединения учреждений с круглосуточным пребыванием пациентов начинается второй этап реорганизации. Он предусматривает присоединение к больнице амбулаторно-поликлинических учреждений и Монинской больницы. Это как-то коснулось персонала, был ли кто-то уволен. Мы приняли на себя социальную ответственность, и ни один медицинский работник в рамках этой реорганизации не был уволен либо сокращен. Наоборот, коллеги сейчас даже из соседних районов, увидя наши перемены к лучшему, пытаются попасть к нам на работу в рамках дополнительного заработка. Изменился подход к оснащению учреждений медицинским оборудованием на селе и в городе. Качество обслуживания подтягивается к единому областному стандарту. И на следующий год мы ставим для себя достаточно амбициозные планы по дальнейшему оснащению и переоснащению. К началу реорганизации в Щелковской районной больнице успели капитально отремонтировать приемное отделение, отделение офтальмологии, отоларингологии и урологии. Как отметил Дмитрий Логинов, это только первый этап. Заканчивается работа первого этапа по капитальному ремонту филиала номер один. Это бывшая наша первая больница в отделении педиатрии. В следующем году будут отремонтированы остальные отделения кардиологии и приемное отделение. И реорганизация нам поможет проводить ремонтные работы и перед ним проектные работы уже в соответствии с современными требованиями для наших медицинских организаций. В следующем году во Фрианове начнется ремонт всего больничного комплекса. А сегодня уже заканчиваются работы в детской поликлинике на Пролитарском проспекте. Мы хотим стать лучше. Таков новый девиз сотрудников учреждения здравоохранения Щелкова. После слияния пяти учреждений в Щелковскую областную больницу следует ждать коренных улучшений в системе здравоохранения, как, например, в офтальмологическом отделении. Михаил Налютов, Екатерина Беляева, Щелковское телевидение.